Девушки отдыхают Нет еды? У нас ребята очень-очень голодны. Я не знаю, какая у них последняя стадия. Видите, мы все голодны прям вот очень. И нам бы, конечно, не помешала еда. Мягко говоря, но нам до этого нужно... Мы, кстати, можем сделать отмычку. Что-то делать. Мы сейчас откроем хотя бы один проход. Мы обязательно откроем. Я ценю сострадание, которое Павла проявил к тому голодному человеку. Ну да, было у нас такое. Может, здесь еда есть? Боже, хоть бы была. Хоть бы была. Хоть чуть-чуть. Книг дофига, конечно. Так, а что у нас там... Сколько мы могли отмычек сделать? Я не обратила внимание. О, слушайте, мы можем сделать еще одну. Так, надо очень четко и аккуратно. Что? Чтобы открыть. Это что такое? Господи, ты меня не пугай. Устал. А что ты делал-то, господи? Давай, открой тогда вот это мне. Я уже давно не спала. Я знаю, друг мой, я знаю. Так. Так, хорошо. Иди, я не знаю, посиди, что ли. Кровать бы еще запилить, конечно, еще одну. Потому что они... Ну, еще две, конечно, желательно, но... Устал. Они все очень устали. Может быть, не... Ну, блин, нет. Надо их выкинуть куда-то. Куда-то. Ну, то есть, чтобы они хоть что-то еще нашли. Вот мы куда-то с вами ходили. Там везде что-то было написано. То, что... Немного еды. Что-то я нигде не находила еду. Или трава считается за еду. Кстати, иди-ка ты в воду получи. Это, кстати, что такое? А, это пи... А, это бухло. Вино. Так, ты там как спишь? Очень голоден. А следующая статья будет адский голоден или уже мертв? Вот это важно. Хорошо. Так. Все-таки мы совсем ничего не можем сделать, да? Конечно, понимаю, повар наш спит, но... Давай хоть топливо сделаем. Так, ты почти разгреб. Я не думаю, что в ванне, конечно, будет еда. Нам что нужно для этой самой-то? Для ловушки. Так, пять досок. Семь этих самых. И шесть деталек, да? Пять, семь, шесть. Хорошо. Так, ладненько, что у нас? Мы этот ящик открывали, кто-нибудь помнит? Или мы тут открывали? Чё мы открывали вообще? Слушайте, здесь прям так... Может быть здесь кровать следующую поставить? А если забомбит? Хотя это всё равно под землю попадает. Так, мужичок, ты должен был закончить. Давай. Так, вечереет. Очень плохо. Все устали, как сволочи. Ну, пойдёт, я чувствую, у нас этот... Повар наш. Потому что он единственный, кто поспал. Так, ты, 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 ты. Подожди, вставай. Так, идёт отдыхать женщинка. Давай. Так что... Ага. Ну, конечно. Так, хорошо. Очень голоден устал. Ну, ты пойдёшь добывать. А, ты пойдёшь спать. Просто спать, да? Ну, ладно, рискнём. О, смотрите-ка. Всё больше и больше. Это хоть рощоба. Церковь Святой Марии. Что там есть? Немного еды. Здесь пройду ничего. А, нет. Здесь нигде не было еды. Требуется осторожность. Возможен обмен. Много еды. Блин. Конечно, жалко, что вот этого придётся отправить, потому что у него, ну, с этот самый рюкзак поменьше золотов мало. Ну, не то, чтобы мало, но опасность. Ну, ещё оба. Супермаркет. Много еды. Много запчастей. Много лекарств. Тихий дом. Это что за тихий дом-то? Бегом тогда в тихий дом. Мы там, конечно, сейчас огребём стопроцентно просто, потому что у меня как-то это слишком жирно. Всего прям много. Мы ещё отправляем того, у кого рюкзак поменьше. Чёрт. Я просто боюсь то, что товарищ наш просто упадёт. Если мы другого отправим, там взять всё. Подозрительный тихий дом, который потом стопроцентно будет очень опасным, если здесь всё так много всего. Так, берём доски. Так, сперва смотрим. Тихий дом. Нихренаси тихий дом. Конечно, дорогой, это было так давно. Мы тогда и познакомились, помнишь? Нормально так сидят. А может они с нами еду и поделятся? В форуме ты был такой красавчик. Столько лет прошло. Но я больше не доверяю солдатам. Теперь от них одни неприятности. Тихий дом. И правильно ты делаешь, дорогая. Они обстреляли город, я же говорила тебе. Может рискнём зайти? Типа, мы не солдаты. Что происходит? Кто ты? Ну, не будем заходить. О, смотри, я могу что-то взять. Что ты ищешь? Еды. Я могу с вами побеседовать, сэр? Мне кажется, будет не очень умно его... А почему я могу с ним побеседовать? Или я могу его ударить? В моём настроении принимать гостей. Ну, если я вернусь, я умру, друг мой. Мы с бандитами заодно? Я слышала, что они отнимут у людей. Всё. Отнимаю, точнее. Я не хочу брать, правда. Почему я не могу с ним поговорить? Вот. У меня вопрос такой. Здесь всё. Прости, конечно, друг мой. Пожалуйста, не трогайте хотя бы мою жену. Она больная. Да не буду я её трогать. Прекрати немедленно. Хелена, спрячься где-нибудь. Да не трогай её, господи. Может, они сейчас откроют? О, подожди. Я зову на помощь. Да не надо, господи. Бандиты. Да не бандиты мы, господи. Мы просто... Почему я не могу с ними поговорить как-то? Поконтактировать? Сказать то, что ребят... Мы голодны. Помогите нам. Почему нет-то? Почему нельзя? Я не хочу быть бандиткой. Они потом, может, придут, да, омстят нам. Они, конечно, старые, но кто их знает, на что они способны. Консервы. Еда. Не хочу их грабить. Не хочу. Правда, не хочу. Но мы умрём от голода этой ночью, если мы не поедим. Мы просто умрём. Я надеюсь, она сейчас там... Руишка-то не достанет какой-нибудь. Это кто? Табак. А, ну, в принципе... Ладно, давайте сделаем упор в этой серии на еду и на всё, что имеет к ней хоть какое-то отношение. Точнее, не к ней даже, а к созданию предметов, которые имеют к ней отношение. Например, вот этих. Например, вот этих. Частная собственность. Я понимаю, что частная собственность. Но мы умрём, если мы это не возьмём. Письмо дедушке Бернарда. Какой-то Эллен. Мы рады, что тебе уже нравится жить с тётушкой. Война не так уж и плоха, просто она не доходит... Не подходит для детей. И к тому же говорят, что она скоро кончится. Поэтому о нас не волнуйся. Бабушке уже лучше. Она просила не говорить тебе, что она сберегла много муки, чтобы сделать то печенье, которое ты любишь. А я обещаю тебе починить качели, когда ты вернёшься. Плачет, смотрите. Типа... Лечилки... Так, еда... Удобрение. Нам нужно удобрение прямо сейчас. Приманка для мелкой же... Нет, нужно. Всё, мы уходим. Подожди, не уходим. Что тут? Да не трогай, не трогай. Я не делаю с тобой ничего. Я просто смотрю. Можно как-то взять это? А, у нас нет мест. Блин. Локарственный инвредиент. Ломка. Господи, что уже сделать-то? Может освободим от места? Я, конечно, понимаю, что это еда. Но у нас ещё две консервы. И это самый... Всё, я ухожу. Я не трогаю. Всё, я ухожу. Всё, ребят, мы живы. Мы людей напугали, конечно. Стой, может здесь идём? Ага, понятно. Надо запомнить это. Простите, простите, простите. Я закрою даже дверь за собой. Да. Почему? Почему я не смогла с ними поговорить, мол, сказать то, что не беспокойтесь, я ничего не сделаю вам? Вот это мне немножечко смутило, конечно. Мне кажется, стоило всё-таки добавить в тот момент. Почему нет? Сейчас мы всех накормим. У нас всё хорошо? О, все живы? Хорошо. Я этим старикам почти ничего не оставил. На нас напали. Кто-то велся, наверное, что забрали. Они были не слишком решительно настроены. Поэтому они не смогли нанести лишним много. Так, как жаль, что у нас не было оружия. Катя получила ранение от грабителя. Не удалось. Но грабителям ничего не удалось. Мы способны защитить. Так, Катю ранили. Это плохо. Слушай, Катя... Так, чувак, я понимаю, ты очень устал, опечален. Легко ранена. Так, иди, давай. Давай это самое тогда. Мы сможем еду сделать, господи. Так, а почему я не могу? Варёная еда. Варёная еда. А, овощей-то нет. Ну, понятно. Сделать. Так, друг мой. Что ты можешь сделать? Отмычку делай. Так, ты... Что теперь будет с этим людям? Бери, поешь. Ты очень голоден. Вот бы добавки. Слушай, ну, извини, конечно. Так, она полечилась. Всё хорошо. Такой раненый. Наложен бинт. Хорошо. Давай вода. Сырая еда. Ничего страшного. Сейчас мы всё сварим. Друг мой, который другой, немножко фильтров нет. Замечательно. Так, ты иди делать фильтр. Ты иди кушать, пожалуйста. Ага, фильтр мы хрен сделаем. Понятно. Запчасти опять нужны. Всё это барахло. Давай сделай хотя бы топливо. Из книг? Ну, уж нет. Вы же читаете их. Это на ваше состояние влияет. Иди покушай. Ты у нас пойдёшь ночью работать. Так, ты. Иди поешь консервов. Раз так всё плохо. Плохо спала, очень голодна. Давай, кушай. Кровать надо забабахать. У нас хватит на кровать. Сейчас выясним. Так, нам хватит на кровать? Нифига нам не хватит. Так, хорошо. Нам нужны силки. Капканчик, точнее. Восемь. Значит, тут этих уже хватает. Прямо вот ровно. Так, восемь этих и четыре доски. Я даже знаю, куда за ними... Что будет теперь с этими людьми? А прикиньте, мы туда придём этой ночью и... И они уже умерли. От голода. Там, я не знаю, ещё чего-нибудь. Хотя, конечно, вряд ли. Кто-то за дверью. Кто там за дверью? А, бартер. Ну-ка, женщина, прости. Просыпайся. Давай, давай, давай. Так, что я могу сделать? Ничего я не могу сделать. Так, ты что там, встрела? Нет, это показалось. Девять. Ой-ой-ой. Так, ты спать не хочешь? Ты сиди. Не могу перестать думать о том, старики уже не... Так, что там? Сюда было нелегко добраться. Так, давай, бартер. Хорошо. Мы можем отдать что? Брюлики хочешь? А вообще, зачем они? Драгоценности. Ну-ка, подожди. Ценный предмет для... А, просто для обмена. Вот оно что. А зачем они им? Отмычки. Ну, отмычки мы можем сами делать. Еда бы. Очень... Ага, этот... Ага. Вот так вот, да? То есть, если одна, то щедро, да? Табак. Ну, блин, самокрутка, знаете? Овощи, кстати. Это что? Чистый спирт. Ценится больше самогона. Вы можете обменять... Выпить его или обменять. А также приготовить лекарства или бинты. Это, конечно, да. Так, что мы можем сделать? Может, книги отдадим? Одну. Так, что у него есть такое вот прям? У него есть еда. Ага, смотри-ка, можем спокойненько так. Может, еще одну отмычку возьмем? Ага. Так, хорошо. Значит, что-то должно быть равноценное. Угу. Но это нам нужнее сейчас. Чуть-чуть. Чем отмычка. А если я книгу беру? Угу. То есть, книга вообще как бы... А что, если вот так? Давай больше, да? Че я могу еще дать? Может, эти запчасти? Угу. Хотя, блин, запчасти. Вдруг они нам пригодятся. Потом их хрен найдешь. Может, в воду? Сколько хочешь воды? Четыре воды. Вот это у нас как бы дофига. Салуш, так давай мы тебе еще чуть-чуть дадим. И возьмем... Отмычку, не отмычку. Внизу у этих стариков еще что-то было заперто там. А, нет, у них задний этот был заперт. Проход. А, задний проход. Ладно, не важно. Вы ничего сейчас не слышали. Может, эти еще возьмем? Или доски? Доски давайте лучше, да? Больше? Чуть и больше-то. Давай вот так. Все, до свидания. Надеюсь, на это тоже. Так, хорошо. Сколько у нас в итоге? Прости, друг, прости. Давай поработать чуть-чуть. Диван можем сделать. Нам это сильно помогло. Что там, 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 там? Ах, че? Угу. Угу. Блин. Так, у нас есть одна отмычка. И у нас где-то вот здесь вот. А где еще у нас заперто было? Здесь. Так, ты. Ты у нас должна была спать. Давай, иди. Та старушка, кажется, больна. Поправится ли она? Слушайте, так мы, может быть, можем лекарства как-то им дать? Можем или нет? Лекарства, смотри, прямо как по заказу. А что, если мы можем? Так, а, фильтры. Хотя, вот печально то, что мы не могли поговорить с ними. Как мы лекарства-то передадим, если что, если мы не можем поговорить? Блин, ну нет, смотри, эти штуки-то мне нужны с другой... Не, ну воды у нас дохрена, не будем пока фильтры делать. У нас же много воды? Да? Много, достаточно. Нам нужны селки, в первую очередь, чтобы крысок всяких ловить. Скорее всего, результаты будут... Можелудокурчит. Иди, сготовь еще что-нибудь. Кстати, у нас женщинка-то еще не поела. О, смотри, можем сделать. Две штуки, да? Две порции. Сразу. Простое блюдо, вкусное и питательнее сыроиды с овощами. Оно будет еще вкуснее. Было бы еще вкуснее. А, ну давай, давай. Так, что там с тобой? Ты просто голоден, да? Так, ты приготовил две порции? Ага. Наверное, лучше съесть сейчас. Что это сейчас осмотрено? Это где-то там нашел? А, он за лестницей это нашел? Господи. Эй, мы сейчас сможем сделать. Как ты там это нашел-то, блин? Чувак, какого хрена? Почему ты раньше этого не сделал? Так, я же теперь могу сделать эту хреновину. Не крысы, однако, любое мясо считается редкостью военных людей. Делаем. Куда ставить-то, господи? А я даже не знаю, даже куда ставить. А если нас атакуют, крыша валится, это фигня. Все, как бы, тоже. Где крысы могут быть вообще? Так-то вообще, по идее, на кухне. Мне кажется, они будут возиться. Здесь ставить некуда. Странно, что сюда можно поставить. Наверху-то они явно... Вот на первом этаже, да, вот, как бы, либо в подвалах. Но я здесь ни разу крысы не видела так-то. Либо сюда. Хотя, вот, опять же, да, вот подвалы. Ну, допустим, в подвалах они будут, да? Но там еды-то нет. Может быть, имеет смысл где-то поблизости от нашей печки ставить? А она тут. С другой стороны, мы сами там околачиваемся нередко. Ладно, давайте здесь. Может, с улицы будут бежать, сразу будут лететь. Вот и дело. Так. Хорошо, что ты можешь делать еще. Так, ты голоден, да? Бухать мы не будем, мы это оставим на бинты. Где у нас там еще это было? Вот здесь. Пойдем, пойдем, взломаем. Так, пять вечера, шесть вечера уже почти. Чувак наш. По крайней мере, тут тепло. Но это-то я чувствую ненадолго. Так, хорошо он сделал силки, замечательно. В общем, силки я каждый раз говорю. Ах, сыроед, да, можно было вот так. Давай, приманочка. Мирю. Все, замечательно. Иди тогда туда. Сейчас у нас ночь наступит. Ну, как бы не ночь, но что-то очень на нее похоже. Почему мы не можем за ночь, если мы быстро там справились, например, обойти несколько мест? Это-то меня немножечко печалит, конечно. Так. Голоден. Давай, иди тогда. Голодна. Голоден. Блин, ну вот я не успела опять поесть. Ладно. Добывать пойдешь у меня ты. Блин, может двоих отправить. Правда, потому что одного, но... Давай, правда, вдвоем отправим. А, только одного можно. Ну, логично, слава богу. Потому что я мучилась все что-то. Так, ты будешь спать или что делать? Ты будешь спать, спать в кровати, а ты будешь охранять. Всегда нужно, мне кажется, держать кого-то на стреме. К старикам пойти или нет? Может реально к ним сходим, лекарства приндим? Медикаменты. Мерзкий на вкус, но способен спасти жизнь больному. Если нам это не пригодится... ...то мы слот просрем. Хотя мы вроде у них брали эти самые медикаменты. Чего они сами-то не вылечились? Значит, нет. Потому что, помните, когда мы пришли, нам, чувак, мы с ним могли поговорить. А с этими мы не можем. Значит, с ними никак контактировать нельзя. Это было чисто, знаете, на совесть. Давление, да, я так понимаю. Возьмем с собой, наверное, отмычку одну. Мало ли, что найдем. Или не будем пока. Чтоб место, опять же, не забивать. Ладно, давайте пойдем вот так вот. О, боже, я к ним, что ли, случайно пошла? Ох, ты ж черт возьми. Че-то я, блин, забыла ткнуть-то на место, куда я хочу пойти. Можешь приготовить мне ужин и перенести мои таблетки? Не могу, дорогая. Вчера кто-то украл почти все наши вещи. Вот это, это сволочь. Нельзя так делать. Разве ты не помнишь? Нас ограбили прошлой ночью. Чужого рода, да, это вот они... Блин, надо было брать таблетки. Так, показать свои худшие черты. Ну, блин, ну, извините. Что происходит, кто-то... Я все почти тот же. Мы же другим чувачком пошли. Почему они называют... Да не собирайся вас убивать. Почему они... Мне почему-то кажется, что это два мужика, но почему-то они говорят, моя дорогая, что этот говорил, моя дорогая, что этот говорит, моя дорогая. Я чуть не понимаю вообще прикола. А, здесь заперто же точно, я забыла. Я ничего не делаю. Я делаю все то же самое, что я уже делала. Блин, я лоханулась, конечно, жестко. То, что я сюда пошла. И убежал. Здрасте. Как вы поживаете? Можно я немножечко вас... Блин, мне кажется, если я их ограблю на еду, они реально окончатся вообще все тут. Дерево можно возьму? Травы? Нет, травы заберите. Все заберите. Не буду брать ничего у вас. Потому что и этот у нас чувак сейчас будет опечален. Сейчас у нас все будут опечалены. И че? Ага, вот она, да? Вот эта комната. Че ж там такое-то, а? Вот черт, вот не доглядела с этим домом дурным. Мало того, что пришла сюда, хотя не хотела. Так еще и отмычки не взяла с собой. Вам нельзя курить, вы старые. Блин, ну вот пришла просто в пустую. Фактически день пропал. Точнее, ночь. Медикам... Бинты. Мы обречем их просто... Обрекаем их на смерть. Лекарства и страв. Они точно умрут. Они точно умрут после нашего участия? Ну вот же таблетки. Какого хрена? Кто-то забрал. Ничего я у вас не забирала. Вот они все лежат. Черт, ну и что делать? Брать, не брать? Ну я не могу. Хоть убейте, не могу. На основе трав возьму, а эти антибиотики я им оставлю. Все, уходим нахрен отсюда. Лучше не будем сюда возвращаться. Блин, ну шо ж такое-то? Шо ж я так... Не в ту сторону, друг мой. Все, я больше не буду сюда возвращаться. Блин, ночь просто в коту под хвост. Вот правда. Медикаменты там чуть-чуть, конечно, это хорошо, но... Блин, нам нужны были не они. День 7. Спорим, какая-нибудь жопа произойдет в этот день. Че там с тобой такое? Че там с ним не то? Павла... Кое-что интересное. А че он так стоит в стороне? А, это она, господи, я перепугалась. Так, че, здесь ничего нет, никого? Все еще не нужно запастись. Хорошо. Так, ты голоден, иди поешь. Ты тоже голодна, иди поешь. Ты голоден, опечален. С каждым днем все хуже и хуже. А, а че ты хотел? Че там у нас по радио нынче? На улице прохладно, облачно, возможно, осадки в промозглые вечера. Короче, понятно, все плохо. Ля-ля-ля. Стерегайтесь, бант мародеров, рощащих по городу. Рекомендуется за передверье и не выходить на улицу. Это намек на то, что... Этой ночью лучше никуда не уходить? Или че? Хорошо, что мы можем сделать? Так, вы оба не голодны. Она устала, иди спи. Ты тоже устал. Нет, давай ты ее сделаешь что-нибудь. А, кровать. Делаем кровать. Естественно, здесь третий, точнее, кровать влезет сюда. Мне кажется, нет. Просто мне кажется, надо было вот эту хрень поставить где-нибудь в другом месте. У нас бы хватило места на три кровати. Правда, не факт, что хватило бы на обогреватель. Так, хорошо. Что мы можем еще сделать? А, ничего. Дерево нужно. Так, че мы можем с помощью силуков нафигачить? Давай, приготовь что-нибудь еще. Почему я только одну штуку делала? Это интересно. Ладно, давай посмотрим. Я хочу есть. Я понимаю. Не поешь, ладно. Ребята. Как мне его жалко. Пойти сегодня ночью куда-нибудь или не стоит? Он только опечален, да? Так, ты тоже устал? Давай, иди спать. Друг мой, пойди послушай радио. Я хочу убедиться. Ну-ка, стоять. Люди, поговорить с вами? Это не тот ли старик пришел? Сейчас по нашу душу. Не, какой-то другой. Мутный какой-то чел. Я не пойду с ним, если он меня позовет куда-то. Да я иду, иду. Сейчас. Только попробуй мне пырни чем-нибудь. Ты кто вообще? Добрый день, меня зовут Антон. Простите за вторжение. Антоха! Карн, ты ли это в старости? Не дай бог. Видите ли, я уже не так молот, честно говоря. Я не думаю, что смогу выжить в войне в одиночку. Не будете ли вы так добры? Не разрешите мне пожить с вами. Обещаю, я буду работать, чтобы окупить свое проживание. А, дайте мне секунду. Она у нас хорошая торговка. Давай, пускай она поговорит. Может, она что-нибудь увидит особенное. Милая моя, вставай, я тебя там на воротах ждут. Ты где? Милая. Катюха. Мне его лицо не нравится. Ну, с другой стороны, давайте рискнем. Дверь закрой, пожалуйста. Так, нас четверо. Он кто? Хороший? Нет, стоп, четвертый. Хороший математик. И что нам это дает? Он, наверное, сможет мастерить что-нибудь круто. Из меньшего там количества этих. Опечален. Ну-ка. Да не, вроде все то же самое. Смотри-ка, он реально хороший, да? Он наш. Я, кстати, не знаю, как тут сохраняться. Я не выходила из этой игры после первого взгляда. Здесь можно настройки. А что можно настройки нафигачить? Эффект карандаша мягкий. Скетч. О, а как это будет? А, вот так вот, да? Прикольно. Не, мне больше нравился мягкий. Видите, вот так. Волнами. Так, хорошо жить среди людей. Он там рад, хоть мы его хорошо устал. Тоже устал. Иди посиди. Ты у нас опечален. Хороший математик. Как нам это пригодится? У нас есть отмычка? У нас две отмычки. У нас есть еще где-нибудь места, которые мы не открывали? Сейчас пробежимся. Все слишком сложно. Все как раз таки проще некуда. И это и печально. Отними он другого, чтобы выжать сам. Не стоило выходить из города, черт. Прикольно, что показывают их мысли. И... Ну, видно, что влияет то, что они делают на них. И это здорово. А мы можем друг с другом разговаривать? Наверное, нет. Все-таки это был бы совсем Симс. Можно рядом стою? Не груз. А что вот это такое? А, биография! У-у-у, ребятки. Я должен добыть еды любой ценой. Нужно придумать способ, как это сделать. Курильщик. Хороший повод, курильщик. У этих стариков так много припасов. Есть даже еда и медикаменты. Нам всего этого не хватает. Не обвиняйте меня в том, что я взял немного. Я был оптимистом из тех людей, которые готовы поклясться, что войны не будет. Войны всегда случались далеко, в странах третьего мира. Или так я думал. Даже когда я слышал, как новости становились страшнее день это дня, я не верил тому, что должно было случиться. До войны у меня был свой ресторанчик. У меня было даже свое телешоу «Кухня Бруно». Вы его наверняка видели. Я ездил по красивейшим местам и готовил на камеру изысканные блюда. Все это кажется теперь чем-то совсем несущественным, правда? Теперь считается везением, если добыдешь банку тушенки или пачку риса. И кто знает, как долго эта война будет идти. Так, подождите. Не хочу ночи. Хочу биографию почитать. Я выросла в этом городе, но поехала учиться за границу. И там начала работать репортером. Я была за границей много лет. Когда невриятности вылились в войну, меня отправили писать о ней. Но я бы и сама вызвалась. Хотела узнать, как дела у моих родителей. Но было уже слишком поздно. Я обнаружила, что мой дом разрушен, а родители исчезли. С тех самых пор я разыскиваю их. День 3. Мы должны держаться вместе и помогать друг другу. В противном случае мы разделим судьбу голодного человека из трущоб. Я рада, что мы решили помочь нашей соседке. Поддерживать друг друга очень важно. Соседу, может быть. Бедный парень. Я понимаю, почему Павла не смог отказать ему в еде. Мои друзья очень голоды. Найду еду я для... Найти еду для них самое важное теперь. Надеюсь, что у тех стариков есть родственники, которые им помогают. Мне больше... Мы больше не должны красть у них. Ну да, я к ним больше не пойду. Я хотела бы помочь моим друзьям. Они выглядят такими голодными. Кофеманка. А вот почему кофе, да? Так, а у тебя что? Ты никто, да? Слава богу, у тебя нет никаких. Павла. Прежде чем начался этот кошмар, я жил со своей женой и сыном в лучшем районе города. Я их давно уже не видел, но надеюсь, что с ними все хорошо. Как видите, дела у меня идут неважно. Кому нужны футболисты во время войны? Когда каждый день может быть последним, о спорте никто не думает. Поэтому я рыскаю по развалинам, как и все остальные, надеясь на удачу. День третий. Бедняга. Если бы я мог поделиться едой, я бы поделился. Но мне нужно думать об остальных. Мы должны каждого из нас обеспечить едой. Ну, это когда мы голодать начали. Блин, смотрите, даже в биографии... А, как бы... Перетащите, аж куда вы перетащите? Я и так перетаскиваю. В биографии даже отображаются наши статусы, через которые мы прошли. Там голод и так далее. Грусть. Все эти обстрелы, снайперы, нехватка провизии. От этого всего хочется спрятаться, лечь и зарыдать. Но мы не можем позволить им раздавить наш дух. Мы должны показать, что они не могут отнять наше достоинство. Здесь тяжелее, но знаете... Но знаете, как мы поступали у нас на улице? Здесь тяжело, точнее. То есть там было еще хуже, да? Наша соседка правильно сделала, что обратилась к нам за помощью. А, та соседка, которая доски-то просила забить. Мы поможем сделать ее дом более безопасным. Почему нельзя в одном месте жить, если такая жопа происходит? Почему нет-то? Тем более у нее ребенок. О чем она думает вообще? Я поделился едой с тем, оголодавшим человеком. Пусть у нас мало продуктов, нужно оставаться людьми. Ну-ка, чего у тебя там в биографии? Антон, математик, трезвенник. Трезвенник, это сарказм? Ах, я слишком часто натыкалась на невероятных жлобов или откровенных преступников. Но я чувствую, что вы другие. А для ученого за багажем знаний, компания людей с подходящими мыслительными навыками была бы крайне приятна. К тому же... Так черт, я больше не могу притворяться. Я просто старый пердун, который не знает ничего. Я так благодарен за вашу компанию. Я слишком долго был в одиночестве. Слишком долго. Во сколько у нас там ночь-то наступает? Восемь. Нехороший день. Да хороший день. О, почему нельзя вдвоем их отправить? Че она там ковыряется? Смотрите, как все хорошо. Никто не голоден. Пока. Хорошо. Так, куда мы пойдем? У нас оружия нет. Ничего нет. Нам нужны... Нужно все. Нам нужно улучшать верстаки наши. Потому что как бы мы тогда оружие сможем делать, я так понимаю. А, оно нам очень пригодится, я чувствую. Я вот... Не знаю, прям даже нам... Сказали то, что это самые... Бандиты. Сидите дома. Требуется осторожность. Много запчастей, огромное количество материалов. Мы там были. Не скажу, что прям там всего много. Требуется осторожность. Возможно, обмен. Много запчастей, много лекарств. Много и ты. Ха-ха-ха. На 49... На 50% мы разграбили это место. Это на 35%. Это на 35%. Немного оружия. На 35%. Это интересненько. Интересное предложение. Давай тогда ты будешь... Хотя ты старый. Ну ладно, давай ты будешь охранять. Печален. Но он опечален. Не знаю, стоит ли оставлять его на охрану. Хотя он мужик. Пускай они лучше днем спят, правда? Ты будешь спать в кровати. Ты пойдешь. Так, стоп. Куда я там нажала? Ветхая трущоба. А могу все-таки теперь двоих? Нет, не могу. Двое охраняют. Нам же писали то, что мародеры. Может быть, как раз имеется смысл двоих оставить. Меня смущает то, что гараж так близко. Ветхая трущоба. 35%. Ну ладно, пойдем. Или может в другое место сходить? Супермаркет опасно. Дом для двух семей опасность. Требуется осторожность. Что это значит? Церковь Святой Марии все еще является местом сборищ местных жителей. Священник. Очень маленький шлейфт. Тяжело читать. Священник. Олик. Или Олег. Ну, Олих. Что-то такое, да? Известен своей благотворительной деятельностью и заботой о бездомных. Возможно, мы сможем торговать с ним. Или получить от него помощь. Разница. Что? Резница? За церковью опустошенная, заброшенная. Мы можем найти в ней полезные материалы. Давайте рискнем, посмотрим хотя бы просто, что там. Потому что там-то мы везде были. И что-то я не помню, чтобы там реально много чего-то оставалось. Здесь-то, конечно, еще может быть. Потому что, как бы, тут еще бы. Там 35%, да? Давайте рискнем. Пойдем в церковь. Возьмем, наверное, одну отмычку. Мало ли. Нет, нет. Одну. Я надеюсь, я не зря это сделала. Единственное, я приходила туда с родителями. Что-то мутненько тут. Так, давай очень медленно. Опа. Тут что-то ходит. Там кто-то копошится. Когда-нибудь я не должна включить воду. Там кто-то копошится. Ладно. О, старенький чувак. С ним поговорить можно? А кто-то что внизу-то там ковыряется. Прекрати немедленно. Что такое? Ух ты же, елк, одной бабой. Все, я не трогаю. Ой-ой-ой. Все, я ухожу. Что он сразу с кулаками-то накинулся, дуралей? Может, мы смогли бы побеседовать? Так, что-нибудь ночью случилось? День 8. Какая ночь, а? Ну да, запчасти-то мы как бы... На нас напали, ну конечно. Так. Кто-то пытался ограбить нас. Они украли еду и воду. Это были крутые и злобные ребята, но они смогли нанести лишь немного вреда. Так как жаль, что у нас не было оружия. Антон и Буруна были ранены. Грабителями унесли немного вещей. Нам стоит усилить стражу. Да. Так, ну ладно. Так, дети мои. Давайте, вы пойдете подлечитесь. Раз так плохо все. Давай бинтик. И тебе бинтик. Хотя, может быть, не надо бинтик. И ты сразу так бинтовать-то. Я просто к тому, что... А если бинт лечит больше, чем мы сейчас тут... Хотя нет. Так, знаешь что, друг? Давай, иди готовь кушать. Ты тоже у нас голодна. Послушаем радио. Ты у нас идешь спать. Ага, хрен. Еды-то у нас и нет. А, нет, стоп. Все нормально. Здесь овощи нужны. Здесь только этот. Ага. Давай. В осадженном погорении наблюдается растущий девицит кофе. Ожидается рост цен кофе. О черном рынке. Ага, значит надо искать кофе. Как будто было мало войны. В погорении резко вырос уровень преступности. Поступает сообщение о разбойных нападениях и грабежах. Это все. Понятно. Так, спать. Так, ты что можешь сделать? Математик ты наш. Дыры заделать можно. Верстак. Дыры может заделаем. Хотя подожди. У нас там было еще что-то. Ты что-то спать не пошла, я смотрю. О, лопатый лом. Нож. Что нужно для ножа? О, не хватает совсем чуть-чуть. Медельно и шумно. Лопата. Ну, нам сейчас уже не надо пока. Стоит дороговато для лопаты. Потом как-нибудь. А улучшить верстак? Жирно, короче. Улучшить плиту. Пять вот этих, да? Экономит топливо. А если вот этот верстак улучшить, то как получается? Помимо изготовления инструментов, таких как топоры и ножи, он позволяет чинить сломанные огнестрели на оружие и шлемы. Дальнейшее совершенство позволит вам изготавливать патроны, чинить бронежилеты. О, как. А это что сделает? Этот верстак мастерить такие нагревательные лампы, при этом не строится. Микстурный стол. Вот это важно. Для грядок. Но это надо улучшать. Слушайте, прям реально нам нужны грядки. Семь дерева. О, пять дерева. Семь вот этих вот запчастей. И пять вот этих вот. Ну, понятно. Короче, нам нужно улучшать, мы сможем грядки делать. Там что-то попалось, смотри. Так. Это у нас устал эти баиньки. Что там, крыска попалась? Бу-га-га-шечка. Так. Хорошо. Что мы можем еще делать? Консервы. Можем сырое мясо. Не, давай вот это вот, давай. Вперед. Это были эти удобрения какие-то, помнится. Хорошо. Нет, стоп, стоп, стоп. Чувак, давай ты сперва сделаешь покушать. Плюс 15, смотрите, уже. Холодает. Так, а вот ты пойдешь спать. Ты старый. Так, вот, теперь можем сделать поесть. Сколько? Одну. Почему? Да, вот так. Голодно. Иди наверх, сейчас поешь. Так, давай, еда. Вот, три штуки. Три. Печально. Три, нас четверо. Хотя у нас еще есть банка консервов. Давай ты тогда иди консервы, заточи. Кофеманка ты наша. Так, братва. Хаудь подана. Да, сейчас пойдешь. Сейчас, сейчас, все хорошо. Может, кровать еще? У нас четверо, кровать и две. Надо кровать забавахать. Как-то не печально. Но надо. Так, где у нас еще будет одна кровать? Мне кажется, лучше вот здесь, здесь светло. Все рядом, грубо говоря. Так, а ты что будешь делать? Ты? Ты ничего не будешь делать. По крайней мере, пока. Иди посиди на стуле. О, нет, иди поспать. Нет, не будешь спать. Голоден. Иди поешь. У нас все есть для этого. Ты у нас устал. Это у нас дело. Слушай, а идти спать. Пускай за тебя женщинка доделает. Она сидит без дела. Она не устала. Ничего. Все у нее хорошо. Так, ты поел, с тобой еще хорошо. А здесь любовь замутить можно? Ну, там, чтобы у них настроение поднялось. Там было бы одушевление какое-нибудь. Женщина. Ты стоишь рядом с кариовачей, ты провоцирует меня. Так, лом. Жирно. Нет, не надо лом. Громко и вообще. По крайней мере. Почему нельзя ломом драться? Или можно? Кажется, это было бы неплохо. Потому что на одних кулаках сыт не будешь. Хорошо. Слушайте, знаете что? Давайте здесь остановимся. Я попробую выйти из игры. Посмотрите, как вообще работают здесь сохранения. Потому что я без понятия вообще. Вдруг я зайду в следующий раз. А тут у меня все с самого начала игры. Неплохо бы это проверить. А, в общем, надеюсь, что эта серия вам понравилась. Мы неплохо так продвинулись вперед. У нас появился четвертый человечек. Великий математик какой-то. И по совместительству старый пердун. По его же словам. Будем надеяться, что мы не зря его положили в той же комнате, где всех остальных. Потому что кислород-то как бы не казенный. В общем, ладно. Если эта серия вам понравилась, ставьте пальцы вверх. В общем-то. Если вам интересно все это дело смотреть, за этим наблюдать. Вообще, потому что я не представляю, интересно ли за этим смотреть. Когда этим всем занимается кто-то. Вот в этой игре. Побегушки туда-сюда. Кормежка, кровати и так далее. Потому что, в принципе, геймплей довольно схож. Но вот интересно это все именно тем, что персонажи, как ни странно, действительно воспринимаются как живые люди. Потому что они оставляют какие-то комментарии. Их что-то беспокоит. Они вечно о чем-то думают. Что-то говорят при этом. Ну, как бы говорят нам. Так-то они наверняка это про себя думают. То есть, их что-то тревожит. Они об этом думают. И как бы дают нам этим самым, возможно, намеки на что-то иногда. Ну, в общем, это все довольно интересно. Не знаю вообще, когда эта игра закончится. И закончится ли она. Вообще, насколько она продолжительна. Есть ли тут спасение какое-нибудь. То есть, такая пока что песочница-песочница. Но, в принципе, пока довольно любопытно. Есть желание смотреть, что там дальше. Потому что всякого можно тут понаделать. Тут куча-куча-куча-куча-куча крафта. И очень приятная атмосфера. И, опять же, музыка в этой игре. В общем, надеюсь, что вам нравится так же, как и мне. Да. Не забывайте оставлять комментарии. Как-то писать, как оно вам. И, в общем-то, до встречи в следующей серии. Надеюсь, эта игра сохраняется автоматически. В общем, всем удачи. Пока-пока.